30 февраля 2018 года По нашему местному времени 5 часов 23 минуты Мы встаем рано В 4.40 всегда Маленькое у нас разночтение У меня братья Никита и Володя остаются А я ложусь раньше Потому что я встаю ночью И начинаю работать Сегодня я встал Было, кажется, 20 минут первого 20 минут первого Я уже встал Иногда все, уже не ложусь Настолько много работы здесь В интернете, это работа самая настоящая Там ответы ждут, люди приходят И какие-то ролики Новые там, снимаю замки Надо 10 роликов обиходить 10 минимум ставлю Давно уже, в день, за раз где-то И поэтому Бывает и раньше закончу Я прилягу Вот сегодня пораньше закончил Как-то легко так прошло у меня Ну и иногда я Опять быстренько все скидываю И под одеяло А иногда сверху одеяло Надену костюм Прям валенки подниму И лягу И вот сегодня я сплю Вот овле у меня Во сне кажется мне Я как сразу Что такое Никита меня так будет И где-то колоть это в ногу В кость Даже не в мягкой Где-то Я так То есть У него нет соображения Что человек спит Я тогда стал размышлять А вот сейчас я все размышлял Молился У меня одновременно мысль шла Сон Человек наводит на человека сон Почему? Хирургическое вмешательство Хотя бы этому приятное потом Но Навел сон Знаешь Господь Когда готовил ему жену И он стал выглядеть в сон И как раз на молитве считает сегодня Никита Псалом 126 Это я читал Ты читал 126 стих 2 Что Возлюбленному своему Он дает сон Вот она где Возлюбленному своему Он дает сон Я-то не всегда такой был Вот у меня такой был Слух обостренный Вот мы пасем Коров Ну спать охота же Встаем рано Выгоняем Солнце только-только поднимается А мы уже Мы уже всегда Не как сейчас В деревне там Спят, лежат И после как Выгоняем Когда только маленько Проталинки появляются И загоняем Когда полностью Земля покрыта снегом Ни одного выходного Ничего никто не знает А сегодня Полдня Прости Полдня А мало того Стали по часам бить Сейчас пропасет Беги Бежит другой Почему он кино не досмотрел То есть это даже Безобразием нельзя назвать Это какое-то Чудо в кавычках Конкретно И вот Коровы едят Догнать Надо не А крутить Соответственно На фундаментах А гоняли туда Где Андриашин лох Где там Столбы идут И пруд есть Так за пруд туда гоняли Тогда земля Это потеряется Скоро вся была Я к чему Я к чему говорю К сну Спать Очень охота А человек Когда спать Хочет Сильно Хочет спать То он Ложится И лежал Как мертвый И вот Мне было Пять лет Обратно Пять лет Старше десять Это мы отдельно Напасем стадо Стадо Бывает там Овечки вместе И вот Коровы ляжут Ложиться нельзя Я сразу заснул Так мы Назовалась Павка такая Вот высоты Бадик Такая что Можно было бросить Ударить Бадик Ну иди Ладно Этим Бадиком Подопрешься Вот так Грудью И стоишь Если заснул Ты упал На страже Когда у журавлей бывает Он говорит Камушек берет Журавли стоит А остальные спят И даже в полете Когда они летят Спят Камушек упал Он сразу проснулся То есть Такой сон И вот я Раз и заснул Брат крепко спал У меня такое было Чуть Корове-то рядом Не подойдешь Ну минимум метров семь От коровы И вот корова поднимается И трава Бывает сухая Шелестит травой И я во сне слышу Во сне Это до того было удивительно Отец был пастух И тоже И слышишь Я слышу Трава зашелестела Я глаза открыл Коровы поднимаются Мне надо встать Иначе они куда-то войдут Пшеницу где-то А сегодня Говорит Из пушки бей Не услышишь Но Когда тебя трогают Ты это хорошо слышишь Вот у меня Смотри как положено Погляди На коробку Внимательно Что я говорю Гляди Вот нижняя коробка Голуби Спят Мне нужно узнать Все ли порядка Тут порядка Садится у меня Садится Сажу я сюда Палю Вот она лежит Гляди И утром я уже все убираю А бывает про нее Что-то ты даже не вспомнишь Поворачивайся Она лежит Я потихоньку Вот так вот поднимаю Решетку Она лежит Паля Паля Ой хорошая Я шепотом говорю И на Ночью даже ее Паля Она голову опустит А так раз рукой Под живот Пощупать Ой до чего Горяще Тепло Она начинает руку лизать Паля Вот она какая Пошли Паля Потихоньку Тихо Чтобы не напугать Она спит Паля Пошли Пошли сюда Давай Вот она не идет Она не поймет Зачем ее посадили Она уже выходила Для того чтобы показать Потихоньку Не бросить ее Не так взял Даже шлепнул ее Теперь смотри Там внизу голубя Она сверху лежит Здесь у меня кошка Мне нужно посмотреть Не сошла ли она С гнезда Они вывели голубенка И все одно Болтуном оказалось Я приподнимаю Не более как на 5 сантиметров И вот видно Нет там Посмотри Вон они Вот она сидит Она на голубенке сидит А вот это ее Хозяин Сам голубь Ну я открываю Это не сейчас Это показать Обычнее Вот чуть-чуть Открою Ну 5 сантиметров Чтобы не напугать их Иначе она С испугу соскочит И в темноте На гнездо уже не сядет Я говорю о том Потом говорит Я сильно устала Я была Стала засыпать И слышу Дыхание не слышу Он тихо говорит Аня Вставай Долгова Анна Ты хорошо это знаешь? Надежда Васильевна знает Дальше А потом когда человек А бывает человек Так что не слышит Тогда так Все стою Двери и стучу Человек внутри комнаты Заснул Бывает такое состояние Называется алармовое То есть тревожное Уже все подготовлено Человеку в плен идти Или враг вот-вот нападет Спать нельзя Я разговаривал с одним человеком Такой стройный Высокий Старик Живет около 100 лет Я спросил Как питаетесь Он говорит Никогда не ел Горячее и холодное Всегда теплое Ну интересуюсь просто так Где воевал На финской Финская компания Была непростая Казалось такое Государство даванет Но солдаты-то уставшие Ну вот выбрал командир Полянку где-то Давайте отдыхайте А вы часовые стойте Смотрите не спите Не спите Я говорит Ложиться Никак не спиться Я говорит Тогда встал И отошел подальше Далеконько отошел Метров 30 Говорит Поляна большая была И ложбинка Я в ложбинку лег Говорит Ну накрылся А все Халат это белая На нас Чтобы нас не видно было Зима И сплю Так хорошо Сладко спал Говорит Проснулся Стряхнулся Никого нигде нету Да как же так Меня-то не разбудили Ну видно было Что я сплю Ну ночь была В темноте Один Леса вокруг Я гляжу Говорит Холмик А ночью Снег шел Я подошел Толкнул Гляжу Мертвый человек Я гляжу Там холмики Это наша Рота Или кто там Девиз Шла И всех вырезали Всех до одного А его мать молилась И подальше отошел А как режут Режут как Как у них Кинжал Ну бывает Финский нож А это кинжалы Сейчас с собой едут И они Первым делом Так руку кладет Народ И народ Чтобы не крикнул Во сне А других не разбудил И вот сюда Вот около горла Вот есть клещица За клещица Здесь И вниз туда До сердца доставил Только раз Давнул И следующее То человек Дернулся Готовый И они вырезали Всех до одного Он один остался живой Значит Сон должен быть Не такой мертв Вот ребятишки У нас Трясешь его На горшок не сводишь Это немалое дело И вот Когда Человек Где-то Напротив Он же напряженный Все время Тут уже некогда Ему там Будить И дома Знаете как мать Рубит ребенка Вася Вставай Она гладит его Не так вот Подошел ко мне Сегодня Никита Вставай Я что скачил Ты что делаешь Я же только прилег Сейчас У него нет понятия Этого никакого Почему До четырех лет Не заложили Это грубость А внешне Вроде все нормально Притом это уже не первый раз Не первый раз И почему это так Говорят что до пяти лет Заложил человека Евреи говорят Дай ребенка До пяти лет А дальше делайте что хотите Это так и не так Я чему научился уже К десяти годам У нас ничего этого не было Я самостоятельно доходил И избирал лучше Бывает человек А я родился Среди баптистов А никуда Я родился Среди православных Старобрядцев Священства нет Стал читать Вижу Без этого нельзя Я сразу стал искать Где церковь То есть Дальше не все Сходится с этим Где-то А когда тревожно Тревожно тогда Ты же уже Напряженный Какой спать-то Тебя завтра казнить будут И ангел подошел Толкнул Петра в бок Уже толкнул Алармовое состояние Тревога Аларма это Тревога по-английски И поэтому Здесь уже и будет По-другому А обычно так Дыхание Вот у нас живет Серафима Гавриловна И она Ночью Упала Как она упала Я, говорит, не знаю Она быстро Быстенько сообразила Что она видела Она слышала Как бы дыхание И какие-то руки Мягкие-мягкие Говорит, меня взяли И скойки положили на пол Но она загремела костями Ей уже 92 года А Володя, сын ее В другой комнате Он скачал Мама Володя, не трогай меня Я еще полежу Я все ощущаю Прикосновение этих рук Которые мягко так Меня положили Она не сломала Не Тут как Тазобедренная Там что там есть Больше всего-то Боятся женщины Вот Сломала все Больше не ходить Там какая-то Как называется это Что сломала, говорит Ну Ломает Тазобедренная А? Тазобедренная Тазобедренная Ну что-то такое Там вот эта шейка Шейку Шейку бедра А? Шейку бедра Уже не встать Значит И даже вот в этом Надо увидеть Это я все на молитве Меня промелькнуло сейчас Мы молились Вот встали И я Никиту говорил Ты это знал? Что? Ну я же рассказываю Сейчас не про хлебоуборку На полях-то А о сне Когда человек спит Вот я как к Пале подхожу Она лежит А мне до братья Я Паля Я потихоньку шел Потом она глаза открыла Я потихоньку глажу И тогда беру Когда ты берешь Я каждый раз говорю Смотри ноги не поломаю ей Там Ну как карасей Этих Привезли рыбу Это Там Вот они так и так Там Во фляге-то бились Ты вывалит Их поднял Вот на таком уровне Чтобы они шлепались Они бьются Об камыш И шуя отпадает И даже в интернете Говорят Что же делают А разве так обращаются То есть этой нежности нету Нету Притом К чему бы не прикасался Ничего нельзя сделать И как только момент какой-то Грубость сразу вылезает Работа не ведется То есть ты не чувствуешь Кто перед тобой Я это говорю специально Потому что за этим кроется еще большее Почему? Ласки матери не было К матери твоей не было Ну а у нас это было все Было Почему у нас 10 детей? Это один Один да еще за пределами Семьи где-то Поэтому Ну как относиться надо к этому? Я вот косну стал говорить Во власти Господа Вот Господь говорит Тревожно так Просит Моисей Покажи Господь показал Все остальные там Землетрясения, огонь Но вот сам Господь Как тихое веяние ветра Не просто буря прошла Раздирающая скалы А тихое веяние ветра Тихое веяние ветра И там Господь А когда так все Ну когда как Спят Уже согрешили Окружили город Пришел ангел Не будет ничего 175 тысяч положил сразу То есть мы должны определиться со сном Я бунтовал когда-то То что спать Третью часть жизни Да как это так И сон довел Два с половиной часа В сутки Ниже Ниже попробовал Десять минут Я чувствую Я засыпаю днем Уже на ногах Но не дано Другие есть И меньше спят Как Арсения Великий Для монаха Достаточно одного часа Но в основном Леонардо да Винчи Вот считаем Даже Илья Заров Костик Спали по три часа Три Это надо бороться с этим И как спать Чутко Сегодня ребенок спит в лагере Его утром поднимают Что даже невозможно поднять Потихоньку Вставай Лежит Яшенька Вставай Даже глаз не открывает Не то что там порешь А разбери над ним кровлю Унеси Он так и будет спать Он даже не почувствует Это тоже неправильно Здесь я не настроен на это Я вот тогда говорю Вижу никак нету Ты напугал меня Ну что уж там напугал Ну что тут говорить не чувствуешь Я Володе говорю Володя ты меня буди тогда А ты ноль внимания А ты бы сказал Как так Даже будить меня не дозволяет Да ты бы тут не знаю Говорится как Панику поднял бы Такой Ну простите Да не подумал Мы же сами говорили Как встаю Чтобы сразу будить Ну надо было так Ну не думал я Тебе даже нужды никакой нету И даже ты не вспомнил Этот случай Я тебе точно говорю Даже ты о нем и не вспомнишь Через 5 минут Почему это обычно Из тебя Подошел дернул Сказал Огрызнулся Там нахамил Не годится это Не годится И поэтому такие люди Они разводятся У них с женой нету Вот у нас там Один есть еще Две жены Один сын там Такой большой А второй здесь Никто уже не знает Ну а как жить Когда эгоист Эго Эго все побеждает Я говорю о сне Возлюбленному своему Он дает сон Остальные напрасно Бодрствуют даже Сон Это дар Не спать мало Спать дар Божий Но сон Это тоже Когда говоришь А какой дар Да я так сплю Э нет Сон от Бога Человек иногда Видит такое За ним гонится Проснется И говорит И не может надеяться Что это был сон Иногда Богу Не даем места Даже минуты Поговорить с нами Только во сне Бог может с нами Разговаривать Через сновидения Какие-то Люди исследуют сон Один видит он Что участник Парижской коммуны И их там победили Его вводят На шафот И в это время Врач Палач Поднимает меч И ударяет по шее Вот так вот И он проснулся сразу А видит Что они там Лагерем стоят В геологоразведке И теперь поняли Что Ну как так могло Совместиться А в палатку У них говорит Чтобы она не опускалась Так Мы говорит Подняли кверху Эту Которая Палатка Вход-то И привязали палку Когда уходим Чтобы она сама Опускалась Тянула низ Вниз Туда Эту Вход-то В дверь-то И она оторвалась Там от дверечки Это была А я говорит Жарко было Я выполз почти Наружу И эта палка Упала И прямо Ее по шее А там он Видит Что его Казнят Эшафот А как так могла Именно так Вот в момент Когда она ударила Ну сколько она заняла Там Десятую долю секунды За эту Десятую долю секунды Перед ним Прошла полностью Парижская коммуна Вывод на эшафот Ну и решили Один так Выходит И там На луну Смотрит Что делать А мы Говорят Да у вас Есть тазик Такой Низенький А вы налей У воды Холодной И колокнул Как подойдет Он наступит И проснется Они еще и с ума Не сошлили Он всегда идет Идет Как сам Нам была Ну песня Торжестующей любви У Ивана Сергеевича Тургенева И когда шел В тазик-то встал И холодно Он проснулся Он не поймет Где он находится А до этого В сонном состоянии Сам нам было Вернулся Лег и все Это едва не кончилась Жизнь у человека Разрыв сердца мог быть То есть Это не просто так Ко сну Я обращаюсь Вот почему ты После Когда я сказал Ну что ты так будешь Меня будет далеко Только тронул Только чуть-чуть тронул А я сразу соскочил Даже сейчас 77 лет Даже 78 Что я говорю Скоро 79 будет Почему Когда я сказал Ладно Ты больше меня не буди Володя Почему ты не подошел Ну рядом же И не сказал Ну что уж так Я только так Я больше так не буду Или еще то Почему тебе это все равно Что тебя отстранили Я сказал Как только ноги спускаешь оттуда И сразу меня буди А то уже Свет горит А свет Свет включает Я сразу встаю Почему ты не повернул назад Это же на взаимоотношения Влияет То есть все равно То есть такое важное дело Тебе доверил Поднимать от сна Даже на какой А то настранили Да мне еще легче Что ты меня этим пугаешь Понимаешь Как вот За этим открывается Уже не мое состояние А твое Вот у меня Я там 5 лет ребенку 6-7 Одни по всем Отец там дом строит Что-то дома делает Овечкам городит Пруть вот такие Обрубленные Березы И он должен заплести И не сколько-то А вот где заворачивает У тебя ограда Это у Никиты Там дальше Где пасека-то стояла Это все загорожено будет Для вещек И он одной рукой И мы это понимали Помню мама будет Она будет Так Стронет потихоньку А отец-то уже ушел Уже слышно Как он кричит По деревне Эй Коров Коров Хозяйки чтобы выходили Коров Ну как выгонять А они подоить уже должны А другая выскочит Тихо Я не успела подоить И лохудра Разохматилась Ну теперь Она гонит туда Корову На поле И отец куда-то уехал А мы-то с ним бывает И все знаем Ну одна была такая Там екименко Кажется Все время просыпала Выскочит так Ну после ночи В ночнушке В одной Ой-ой-ой Не успела Корова не дойна Не дойна Она не пустит И теперь ей надо Идти на поле А утром рано ей Идти надо На работу куда-то И мы тоже гоним Бищ в руках Эй коров И она выскочила Я как сейчас помню Я говорю Ну что лохудра спишь Женщина Так кто ты такой Отсюда она ничего не скажет А мы-то слышим Это дело Лохудра Это такая Растрепанная Женщина Неаккуратная И прочее Вот я тебе это сказал Ты бы Ну любому понятно Тебе доверили Важное дело Я только прилег Прилег я в третьем часу Или Три уже было Вот еще Передащися Извинился сразу Это не в этом дело Извинился Это ничего не дает Никак Не извинился А дело в том Что не изменился А извинить Это такого слова нету Извинить Да Простите Даже так сказал Простите Но ты понял Вернуть тебя На прежних Будет Или не вернуть Как вам угодно Будет Значит Не будешь Будет Еще ты не понял Зря я потратил Время Вот на будущее Имейте ввиду Я показываю Как я к котенку Подхожу Когда он там лежит И брать его Чтобы не испугать Он глаза откроет Тогда я беру Тогда только беру Здесь вот чуть-чуть Приоткрыл голову Чтобы ее не спугнуть Птицам Как относиться К зверям И везде Хозяйка идет И разговаривает На корову Ну открывай глаза Зажмурилась Она и корову старается Чтобы не напугать Чтобы молоко Она отдала Все Что-то тебе не нравится это? Очень нравится А? Нравится на тебе Нравится Ну я гляжу Голова в таком Порежении У тебя Когда крутят Этот человек Молще не согласен А мне тут шея С утра Надо размяться Ну ладно Не так Не правильно я понял Прости пожалуйста На будущее Имейте это ввиду Давай Слово просят Когда в Новосибирске Мы жили И твои сестренки У нас Трое сестренок У меня были И я утром встаю Когда встаю Рано И начинаю петь Пою потихонечку Да А Валя говорит Мне всегда нравилось Как ты пела Говорит Я слышу Ты поешь А что ты пела? Уже просыпаюсь Ну Молитву какую-нибудь Пою я Или Богородица Дьявол радуется Или Царица Или что-то Пою молитву И она говорит Мне так это нравилось Говорит И я Сразу просыпаюсь Только по пению Просыпается И все Я этим все время Ребята В прошлом году Когда они лежат Я встаю Вот там Потеряют какие-то Аллилуйя Аллилуйя Слава тебе Божия Зашевелились Я еще раз Поднялись Теперь я уже Первый выхожу на улицу Я и Аллилуйя Всегда пел Володя Так? Да Володя Покажи что ты есть Ты живой Ну вот это Сегодня у нас Вот такая Родилась внезапно Тема Тема о сне Понимать Как это тревожно Вот я работал На корабле Но когда убирал Мне пришлось уйти Уйти Где-то искал работу И нашел Нефтебаза Перевалочная Мирового масштаба Пожарная команда Какие у нас Тренировки были Это пожар Каждая цистерна Огромным валом Ну от нее допустим Метров пять В одну сторону Вокруг таким Вал навалится Нефть вылезет Чтоб дальше не развелась Где-то И мы все время На тренировках были Ложишься Спать Брюки-то Эти Брезентовые Такие И две лямки Вот Ложиться только обувь Это Тревога Как вот в армии Везде сигнал Сигнал дали-то Ты соскачиваешь Ноги сунул туда Лямки на себя И уже выскочил Машина уже на ходу Все в нее И дальше мы помчались Там ураган у нас была машина Вот она Там труба на ней установлена Вот такой вот Пример Ну сейчас может быть Скажу Вот такой пример Размер И туда Сверху там Навалятся порошки С порошками Воду И она гонит Примерно Вот такой слой пены Вот представьте себе Пены Вот так И когда тренировки шли Там Ну тон может 5 Бензин Нефть Выльют в траншею И теперь Зажгут там Просто не знаешь Метров может 70 Только огонь летит Огонь Представьте себе Бензину столько-то И наша задача Потушить И на это уходит Не больше минуты Наверное Все Пена идет Пена И притом такая пена Которая воздух Не пропускает И нас тренировали И там уже некогда было Так почему Во-первых Я знаю Я на работе И никогда не пугал Этот ни звонок Ничего Сигнал Сирена Все мгновенно И в армии так же Требуется Не знаю Минута одна что ли Солдаты спят Соскочить В пирамиде Схватить оружие Выскочить На машину Уже сел готов Машина дернулась С места И понеслась Секунды решает Ни минуты А не успел Никто с тобой Разговаривать не будет Значит не хотел Володя У вас было Были Вот так Значит надо понимать Когда можно Когда нельзя Во-первых Алармовое состояние Это Тревожное И тогда уже Ясно Звонок разодрал Тишину Все схватилось Зашевелилось И так дальше Вот это С детства закладывают И поэтому Этого не было В тебе заложено Вот этой нежности Осторожности Начни над этим Осуди сам себя за это Делай неправильно И каждый раз думай Воображай Что вот Лежит какое-то полено Я его божу как Подойди полено Погладь потихоньку Скажи Или кошки Это учеба такая Я знаю что это неприятно И хочется лучше выглядеть Ну Многократно говорили И не прививается это Никак Какое слово сказать Слово можно Как толчком Ударить его И больше К тебе человек Никогда не подойдет Выступи Вы там разговариваете Сейчас Какие идут Вы разговаривали Там На станции Черепанова С язычником Видит Как вы разговаривали Показывает Ну не ты разговаривал А Игорь И люди делают Замещание Да чё ж так Разве так Ну он еретик Кто другой Вы много ли ему сказали Принял он что-то Или нет Ну неправильно И это сразу Было заметно Ну во-первых Тебя Настоящего-то Этого не было Аппарата Записывать Там этот Пальчиковый Кое-как Всё на этом Мы сейчас будем Запись утром делать Я сейчас Выпускаю Голубей Кошек Спрятать надо Так Вот она Кошка Здесь Ну чё Давай Подождет Смотри Сюда Как я Так Видите Вымануть Надо где-то В Палью Что я Голубей Выпускать буду Иди И вот она Идет Смотри Я туда Ее вглажу И вот так Потихоньку Чтобы не напугать Это Внезапно Изменение Обстановки Надо Палью Найти Вот смотри Она спряталась Уже А куда Она спряталась Туда 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 Ее не найдешь Уже Вот теперь Видишь Как Значит Это лежало Здесь Можно было Взять Палья Иди сюда Иди Скорее Иди Скорее Вот так Потихоньку Давай Главное Один хвост Торчит Она не поймет Что хвост Торчит Вот она Пушистик Какой Я делаю Так Не бойся Не бойся Я тебя Поглажу А теперь Давай туда Туда Давай Давай Ну Холодновато Там Ну Никак По-другому Давай 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 Хвостик Убирай Но Никак Не охота Идти Там Холодновато Еще А мне Надо Пускать Голубей Вот Смотри Торчит И вот Гуля 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 Вот он Вылазит Смотри Вон она Голова Вот он Как Так Осмотрелся Гуленька Вышла Дикарь Семечки Ему То есть он Знает Домой Возвращать Это Хорошо Гуля 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 Ешь Он Успокаивается От Голоса Я Голубям Залажу Только И сразу Начинаю Дверь Еще Приоткрываю Не напугать Они там На гнезде Сядут На голубят Гуля Гуля Я пришел Вам Семечек Дать Они Голубоком Сделают И смотрят Гуля Гуля Она Может Сейчас Выскочить В это Время Я посмотрю Голубенка Ее Трогать Нельзя Гуля Гуля Ну Давай Гля Гля Как Это Утром Это Очень Нравится Я Их Раньше Ловил А Сейчас Они Сами Залезают Сюда Вот Он Ходит Походит А потом Обратно Залезет Сейчас Он Полетит Крыльями Махать Начнет Утреннюю Гимнастику Делать Все Собрал Но Назад Затем Семечками Не вернется Как Правило Чтобы Не закрыли С правой Ноги Видишь У него Сейчас Полетит Он Оттуда Ну Где Вторая Где Твоя Жена В Роддоме С Ребенком Лежит Гуля 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 Пошел Вот Он Крыльями Машет Она Его Услышала И Она Может Сейчас Вылететь Я Заранее Беру Фонарик Вот Она Гляди Точно Все Володя Скорее Посмотрим Что Там Есть Я Рукой Не буду Задевать Гнездо Покажи Видишь Нет Видно Да Вот Он Лежит Какой Большой А Прошло Там Все Ничего В Яйцо Его Теперь Не Запечатаешь Вот Я Не Трогаю Иногда Вот Эта Попытка Посмотреть Продолжается До Самого Вечера Никак Только Он Слетает А Голубенка Не Видать А Лежал Второй Болтун Называется Яйцо Которое Неоплодотворенное Сгнившее Вот Они Там Сейчас Она Махать Крылышками Должна Начать Ей Тренировка Должна Быть Так Вот Она Ходит Вот Посмотри Внимательно Можешь Вот Сюда Встать Ну-ка Потихоньку Залез Так Теперь Я сейчас Положу Ей Еще Снова Еще Дам Семечек Семечек Дам И она К ним Полетит Она Боится Что Он Там За 20 Градусов У нас Сегодня В Избе 20 Ну Тепло Вот Она Бегает Бегает Чтобы Оправиться Ей Надо Так И пока Сюда Не лететь Я тебя Не пущу Домой Не пущу Давай Маленько Походи Погуляй Их Она Беспокоится Ну-ка То есть Я не пускаю Ее Она Надо Лететь Сюда Любящая Мать И вот Сидят Она Греет И греет Его Своим Животом Ох Как Глядит Заметь Как Они Сейчас Теперь Вот Она Ну Теперь Приходится Отходить Уже Тревожно Смотри На нее Как Она Полетит Гляди Все Я Отошел Сейчас Она Сразу Полетит И даже Семечки Может Не Есть Ну Может Маленько Попробовать Гляди Все Подожди Подожди Ну Ешь 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 Скорее Хоть Маленько Она Сейчас Перерабатывает Птича Молоко У нее Получается Такого Белого Цвета Полупереваренный Она Ему Рот В рот Дает Очень Любящая Так Видишь Если бы Здесь На краю Тут Близко К нам Она Не Летит Вот Даже Здесь Как Говорит Они Вот Сейчас Я Сажу Здесь Насчитывать А Голубь Совремя Под ногами Ходит Дикий Совершенный Дикарь С улицы Поймал Ну Голубям Моим Залетел Я Взял Почему Тут До этого Была Вертяжка Голова Чтобы Зараза Не Пристала Сажаю А А А Обеззаразили Своим Присутствием У них Особое Здесь Пространство Незаразности Никогда Никогда Не видел Чумка На улице Бегает Чумка Зад у Собаки Виляет А Домашних Болеет Вот Хоть бы один Заболел Не один То есть Они Заранее Приучены А тут Вот Наденут На себя Три Халата Шерстяное 20 градусов А я Мерзну Да еще Пальто Но Это Неправда Это Организм 20 градусов Не может Мерзнуть Ну Не 39 градусов Давать Все Слава Иисусу Христу 5 секунд Кажется Если Звонить То Не Включается Не Высчитывается И Поэтому Договорились С сестрой Если Я Усну То Меня Надо Разбудить Вот Бывает Никита С Володей Уедут Я Один Здесь И Тогда Я Наказываю Володя Мне Звонит А Никита Звонит Тут Он Безошибочно Там Поднимается Он Молодец Насчет Этого Вовремя Позвонит Мне Но Я Могу Не Услышать Потому Что Он В деревне Тогда Я Наказываю Татьяне Кузьминищине Это Старшая Сестра Звонит И Тоже В 6 Но Очень Не Надеюсь Могу Не Расслышать Через Стенку Надежда Васильевна Я И Говорю 4 4 4 40 Она Приходит Серьез Молиться А Когда Я Один Тогда Она Не Приходит Каждый Молится Мне Ходить Открывать Закрывать Я Не Слышу И Тогда У Палочки Она Колотит Вот У У нас 4 40 Если Надежда Васильевна Не Дает Сигнал Я Не Сплю Все Встало Мне Надо Знать Живая Или Неживая Вот Так То Даже Вот В этом Дело И Все Должно Быть Благоразумно Не Напугать И Вовремя Богу Слава